Всем привет! Хочу рассказать о том, как я решил проблему с отоплением дачи. У меня на даче, я бываю раз в неделю, и в такой прохладный период, она, естественно, холодная, когда ты приезжаешь. А всё время там включать обогреватель, это экономически невыгодно. Поэтому, как я решил данную проблему, я купил такую так называемую GSM розетку. Сейчас не буду даже показывать какую-то конкретную марку, чтобы это не выглядело как реклама. Но на Алиэкспресс примерно за полторы тысячи купил такую розеточку. Она рассчитана на ток 16 А, то есть это примерно 2 кВт в неё можно включить обогреватель. И в неё вставляется сим-карта. Единственный нюанс, сим-карта полноразмерная, поэтому не выкидывайте вот эти вот стандартные размером карты, когда вы выламываете из неё сейчас мини и микро SD-карты. Поэтому такой может быть недостаточек, что требуется именно полноразмерная карта. Вставляется туда, отправляется смс-ка, в ответ при желании вам приходит обратный смс. Естественно, можно запрограммировать, что это можно включать только с определённого номера, либо настроить, что это включается с определённым кодом, шифром, но с любого номера. Отправляется смс-ка и, соответственно, он включается. Можно отправить смс-ку и она выключается. Есть модели, которые там ещё с датчиком температуры. Очень удобно. То есть можно с вечера включить. Вот это смс-ка, утром приезжаешь, а уже нагрелось. То есть если включать где-то 1 кВт обогреватель, то нагревается градусов на 10. Если 2 кВт, то примерно там на 15-20 градусов. И так же зависит, естественно, от времени, за которое вы включили до своего приезда. Вот. Поэтому приезжаешь и комфортная температура, либо там 10 градусов, либо 20 градусов. Вот. Ну и тратятся какие-то небольшие относительно деньги. То есть в разы меньше, чем если бы такая обогреватель работал всю неделю. Вот. И в принципе это достаточно пожаробезопасно, потому что там надёжный обогреватель с термостатом. То есть при перегреве отключается. Есть датчики, которые стоят на... Господи, эти реле защиты, да. На ток утечки и так далее. Устройство защитного отключения. Вот. Ну и, естественно, сами сообщения с этого GSM-ротетки показывают, о том, исправно она или неисправно. То есть включилась она или нет. Вот. Этот способ удобен тем, у которых, для тех, у кого, может быть, нет каких-то Wi-Fi сетей, для каких-то удалённых местностей. Вот. Но вот такой дешёвый способ. Сколько стоит у вас SMS-ка? Ну, 3 рубля, может быть, максимум. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, задавайте в комментариях к этому видео. Но рекомендую покупать где-нибудь именно на Алиэкспрессе, чтобы здесь не переплачивать местным продавцам. Большое спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь.